Чтобы услышать проблематику, с которой сталкиваются жители района в повседневной жизни, Анатолий Ладыга также регулярно встречается с коллективами предприятий и организаций. Так, очередная встреча прошла в Старобинском лесхозе. Диалог председателя райисполкома с работниками деревообрабатывающего производства получился конструктивный и доверительный. Анатолий Ладыга обозначил задачи, которые стоят перед Солигорским районом, и пути их решения. Обсудили также результаты и перспективы работы лесхоза. Также работники предприятия смогли адресовать главе района свои вопросы, в том числе личного характера. В рамках встречи коллектива производится, чтобы охватить больше, наверное, объем населения, если так и можно измерить, услышать проблематику, которая сегодня именно и как на производстве, как и в тех или иных населенных пунктах от работников, которые работают на производствах. То есть мы сегодня слышали тематику не только Старобина, но и других населенных пунктов, которые непосредственно здесь работают, но желали бы видеть определенное устранение тех или иных моментов, то ли в дорожном исполнении, то ли в системе ЖКХ, в населенных пунктах, откуда они сюда добираются на работу. Глава района также осмотрел производственный участок Старобинского лесхоза и оценил экономическую ситуацию на предприятии. Анатолий Ладыга отметил, что лесхоз продолжает выпускать широкую линейку востребованной продукции, ищет новые рынки сбыта, имеет хорошую динамику по заработной плате и сплоченный коллектив. Сегодня в условиях общего дефицита человеческих ресурсов лесхоз нацелен на дальнейшую модернизацию и автоматизацию производственных процессов с привлечением инновационного фонда райисполкома и собственных средств. Перспектива предприятия развиваться и идти только вперед. В следующем году у нас планы по инвестициям на цеху Старобин. Будет у нас заменено оборудованное пиление, что позволит нам оптимизировать многие рабочие процессы, позволит более автоматизированно выпускать большее количество продукции. В этом году тоже были приобретены оборудование у нас, как лазерный станок и ЧП-устанок для фрезерной нарезки, для изготовления столярных изделий. Также был приобретен углопил, который позволяет нам обеспечить население Сальгорского района с тропинной системой, доской, ну то, что в обиходе необходимо.